здравствуйте друзья у нас гость 5 гостей да ну как на канале на канале гость вы с гостем знакомы но давайте стиль для тех кто не знаком пару слов как зовут когда взял вячеслав ну приехал я уже теперь два месяца уже третий пошел приехал вот москвы занимался чем работал последние 20 лет работал в издательстве своем в котором имел это и в том числе и моя собственность что издавали научтехнические журналы мы сдавали мы сейчас продолжаем издавать я даже потихонечку подрабатывает для меня вот здесь сорвайвал джок подрабатываете там до давая там журнал да да удается да ну можно жить до полторы-две тысячи там у меня образуется денег здесь я те же самые деньги заработаю какой смысл грузить коробки когда могу пока ну да хорошо так вы учитесь у нас нас учится так понятно предмет несложный ну как сказать я бы сказал что немножко меня сначала раскидала по дисциплине потому что не очень понимаешь для какой цели дает стиль или иные вещи сейчас это все долго приходить приходить как-то в систему я понимаю что сначала себя почувствовал человеком который вошел в большую мастерскую ему показываю позади трель хорошая здесь такие отвертки прекрасные вот они для того для всего служит это сначала не очень понимают для чего это надо а потом начинаешь пользователь инструмент очень хорошо что здесь такая дверь есть ну на самом деле когда уже на работу вот допустим у меня было в обратном процессе меня примере на работа как он больше работать вот год ну хорошо и дальше я начинаю смотреть на есть инструмент но я вижу людей которые его работают целый день делать это делать бегать вот установить значит будешь там передавать слева направо и тогда уже был то есть конечно так подхватываешь но к сожалению если бы если бы сейчас можно было вот так каждого куда-то отвести чтобы его взяли там может быть на маленькую денежку и там три месяца он бы там практиковался и на месте подхватил так конечно уже можно было бы обойтись там без всего хотя первое что я сделал я пошел к начальнику и говорю нет ли у нас бюджета там литературы прикупить да и он мне говорит ну 200 долларов от компании я пошел на 200 долларов купил три книжки по тестированию их было много в магазине разных но вот я выбрал там три книжки мне вернули эти там доллары и я как-то их тщательно изучал то есть как бы отсутствие курсов вот так компенсировалось ну да так а много времени уходит на так вот именно учебную деятельность или вот насколько хватая стараюсь каждый день что-нибудь делать обязательно вот ради того чтобы ну когда четыре часа подряд тебе говорят какие-то знания там что такой которыми я вот у юнисом я даже раньше и пользовался много поистерлась и для того чтобы все это восстановить надо практиковать конечно поэтому хотя бы час я должен потратить а почему четыре этого вечера мучитесь или нет 10 до 3 ну там но чертон до слайки с первым да и водная покупка выводная а тяжело так высидеть пять часов сдавил не видеть а то есть можно ну конечно ну не знаю я вот например когда попадаю на какой-то семинар там вебинар я начинаю часа через два-три мне уже начинает тяготить это все начинают как-то сидишь какой-то не всегда стол удобный и все сидишь наверно мотивацию еще съешь чего-нибудь и вообще в сон клонит потом нельзя углеводы есть в перерыве надо мясо там овощи но углеводы сразу в сон поле одним кофе обхожусь ну вот вы знаете мне в доме такая картина совершенно если я своей частной комнате начинаю работу работать вот у меня полчаса проходит на солнечные планеты если сползаю вниз кухне могу целый день не вставая работать расскажите такую вещь в каких условиях вы проживаете ну я здесь снял с помощью вот ваши девушки на ресепшн лены да вот снял комнату праве отдельная комната правит бедрум и отдельный у меня свой бедрум то есть отдельный туалет у вас все свое то есть хорошо и почем вещь есть и 200 это уж что это это я рассказал долларов на 300 дешевле рыночные сюда есть то есть за те же деньги можно возле только шарит просто комнатку до без отдельного но лет ну здесь именно что повезло то есть она упакована минимум мебели кухне обычно достаться это не не прям возле школы нет ни часа школу пешком идти и уже пешком ходить я на автобусе езжу и бутыл произнос бак на чем произнос рассказали за 80 долларов стоит ничего себе это вот ну я его весь выезжаю я когда-то друзья ну правда прошло 2567 лет за 32 доллара покупал проездной по сан-франциско да так еще в прошлом году здесь было 75 а сейчас сейчас 80 уже как цены имеет такое свойство расти в одном направлении как энтропия мы дальше хорошо ну как-то в целом вообще вы так состояние вот америк там какие-то ну что-то вокруг такая какая-то америка вы успеваете замечательный так все больше в классе ну сказать чтобы я тут совсем уже во все обжился нет конечно так манты мантин view конечно так по обходил обнаружить из культурных мест полно то есть нашел три театра об даунтауне да ну и в даунтаунки в детстве театра есть неподалеку молодежный я в них пока еще конечно не ходил поскольку ну я думаю что у меня пока понимание языка не боли на искусстве да искусстве тут тоже вот там постоянное место моего обитания библиотека публично и маунтин view а чем там делаете ну в том числе работаю и работ на себя то есть у меня безлимитный план на телефоне но поскольку у меня работает в компьютер почем придется лимитные планы 60 долларов это какая компания метро письме с на басе тима байла 60 долларов и вообще что вот звони да да хочешь сколько формально у них есть ограничения они поставили просто качай сколько хочешь но имею ввиду после 35 гигабайт скорость резко упадет и это вот в марте месяце реально у меня произошло я чуть нечего мне показалось что в этот магазин едем а мы едем в другой друзья мы едем за кроликом значит обнаружилось что единственное место где можно купить кролика в кремниевой долине это русский магазин вот под названием самовар а тут другой русский магазин и у меня в голове вдруг щелкнула я давай черт а вот прямо вот вот он вот он был это же насоса за антонио да запомнить это прямо на сан-антонио вот там называется как-то world market на тот independent independent сли есть есть их там да вот но вот во всяком случае вот этот такой это самый самый может сказать хороший с точки зрения цены ассортимент вот он не совсем русский но типа тип то есть его держат люди с ближнего востока на вот так да и там и из отечества товары из израиля из ливана из болгарии там из белоруссии селёдочка так вот тут все тут все тут есть да ну хорошо значит в русский магазин вы стал быть пока не очень ходите да нет вот у меня на маффет бульваре там есть мексиканский магазинчик я чуть никак не могу запомнить его название можно мне особенно я там за овощами захожу мне нравится у них так у них замечательная сметана о конечно конечно вот она дешевле чем тут везде все это традиции вкуснее при этом мексиканская мексиканская молочка вообще нам просто как бальзам на сердце у них не только сметана у них еще сыр и какие посреди сорок я еще не добрался вот так немножко кислинка мне есть какая-то такая не очень привычная но в целом она вкуснее чем если вы попадаете в относительно большой мексиканский магазин вот типа не поэбло там сметана будет ну хоть ну с десяток минимум разных там гватемальская гандалубская там еще какая-то и они все разные даже разных цветов и и вот сколько не пробуешь все нравится да да это хорошо богато а чем вы питаетесь тут эти два месяца вы перед женой отчитываетесь о том что чем питаетесь не то чтобы отчитывать но разговариваем там готовлю потихоньку все что могу поход ну конечно из меня кулинар как из известно чего пули картошечка пожарить макароны сварить можно жить кашу те варю по утрам там кашу и овсяную но да понял . я не умел я кашу люблю говорить не умел . по скайпу я научил так знаете а где они все где жена где дочка где вы все они все пока в подмосковье мы приехали они же вернулись они получили грин карту в руки да ну я им туда уже переправил то есть у них на руках green card но но они тоже не должны долго отсутствовать уже билеты взяты они 17 июня июня и уже будут тут как бы обосновываться с нами нападайте но они притят в лосанчелос чтобы сюда приехать или они придали или вы к ним туда я я за ними поеду туда так вот у вас ваш автомобильчик есть нет никакого автомобиля нет на чем поедете давать буду чего ну автомобиль какой-то прокат возьму так может вам на автобусе каком сне ну обратно все мне хотелось там они не одни с собакой автомобиль брать собакой конечно так чё-то я куда-то мне кажется проскочил раскатили нет проскочил но ничего вы сейчас по хайваем один экзит возьмем а я сюда свернуть тут не свернуть думаю кажется мы давно проехали ну там был может пару кварталов по интерпенсации сети я не понимаю почему не повернули на металл суд там уже был сам прямой проекта нету поверил пил где никогда не конечно ну как то есть пример от чарлстона лучше понять часто прям туда в точку чертон до меня не очень знакомо слова и это вокруг видел что живу все и все вокруг не потихоньку узнаю понял понял так смогу ли я здесь заехать на хайвэй подозрение что нет нет друзья вот так вот хотели в русский магазин а попали неизвестно куда там судите что лиц да но мы сейчас разворачиваться мы сейчас починим эту проблему да был там сейчас впереди развернемся мы не будем соревноваться с теми кто на хайвэй сейчас времени самое такое удачное для езды по хайвеем мы развернемся обратно да чуть-чуть не знаю что то так за разговором может быть как-то так кликаю нет ну так жизнь кролика вот слушал лекцию тут по питанию дать мы теперь со светланой увлекаемся ну и вот так говорят надо значит говорят хорошо когда кролик хорошая мол мясо но и черн тогда давайте мы немножко вот тут проедем прямо и там уже развернемся да ведь как а это уже залив вот там вот уже прям совсем туда ходят погулять улагал место для гуляний там салют кстати если вы захотите москву вспомнить салют вот здесь салют на 9 мая но на 4 4 июля так в общем не такой большой срок значит можно уже дотерпеть отсюда потом выезжать трудно много народу собираюсь я все хочу добраться до нас искать туда даемся хотя бы на экскурсию сходить да конечно интересно для у меня через дорогу через чисто 1 шоссе это недалеко ну что же хорошо ладно друзья мы все-таки доберемся до кролика а я уже вам в русском магазине кролика покажу потому что когда нам сказал диетолог вот там какое-то время назад что купите кролик мы говорим а где обыскались обзвонили китайцев обзвонили мексиканцев нет кроликов вот а потом люди годы ты чего быть в русском магазине есть но уже было поздно нам заменили кролика на куриные сердечки можете пристать хорошо что куриные сердечки субпродукты американцы особо не едят между прочим но их понимают да правда но во всяком случае есть места где можно купить опять же китайские там или еще какие можно приобрести оба все развернулись сейчас поедем нормально на красный не будем 85 меня ходит этот экспрессом надо только на высунду вы знаете автобусы люди такие вещи знают и раз неожиданные вот ну хорошо то уже чувствую же солнышко нам в камеру стало фигачить давайте мы народ отпустим хорошо численно слева все вот друзья кролики мороженое из испании мы сейчас с вячеславом возьмем два кролика так вот они сало так давайте корзинку значит один кролик из испании так вот они что вы видите ну а в испании такие кролики мне велен купить 2 и и